Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы начинаем нашу программу. Время 6 часов 20 минут утра в городе Чикаго, еще темненько за окном. Но, вы знаете, уже далеко за полночь, на территории Новой Зеландии, где находится мой собеседник, психолог Елена Смирнова. Елена, рад приветствовать вас. Здравствуйте! Всех с Новым Годом! Счастья вам в Новом Году! Да, с Новым Годом! С новым счастьем! Ну и давайте мы вот с чего начнем. Ну, у нас есть тема сегодня, она достаточно важная, достаточно интересная. И у нас, повторюсь, сегодня беседа. У нас сегодня беседа, где есть два, ну вот в данной программе, есть два, будем так говорить, эксперта, не сомневаясь о том, что у нас глубоко эрудированные эрудированные наши все зрители, все участники наших программ, они, безусловно, имеют свое мнение. Но сегодня, тем не менее, в этой программе вот есть два мнения, которые не претендуют на, скажем так, в последние инстанции мнения. Но, тем не менее, вот они такие, какие они есть. Поэтому сейчас с Еленой будем бесчеркать. Ну вот вопрос такой. В преддверии праздника Рождество, да, вы знаете, вот есть такой вопрос. Он пришел, правда, не к Елене, но мне кажется, что надо было бы его адресовать именно ей, поскольку речь идет о вознесенных владыках, да, духовных учителя и владыки. Это относится к эгрегорам вопрос. Относительно чего? Эгрегор христианства. Эгрегор христианства и звучит так. Я про наши церкви и сам Иисус Христос, я так понимаю, это о разном пишет вот наша слушательница. В то же время было там еще другое добавление, было тема, еще раз, мы не будем касаться этой темы. Вот по касательному, раз был вопрос, так вот мы на него, скажем, выразим свое мнение. Почему церковь, христианство и так далее, ну так сказать, по сути, гнобят нас, заставляя думать или верить в то, что мы находимся как бы, вот надо смириться с нашей участью, надо, ну как бы в равнице мы, по сути, вот находимся. Как вы считаете, Елена, два тут как бы таких подвопросика? Два. Два. Вопроса я услышала два, и я могу сказать свое мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции. Я хочу сказать свое мнение. Дело в том, что я принадлежу православной церкви и по рождению, и по культуре, и по убеждениям. Поэтому я попробую ответить на этот вопрос именно со своей точки зрения, с точки зрения своего опыта. Два вопроса было. Первый вопрос о вознесенных владыках и иерархии света. Являются ли они эгрегором? И второй вопрос – церковь христианская. Является ли она эгрегором? Я могу сказать только, как я это чувствую. Что такое эгрегор? Это… Есть много подходов разных авторов. Это древнее очень слово, и оно использовалось по-разному. Общепринятое в эзотерике понимание – это то, что эгрегор – это некое образование искусственное, которое было сделано людьми, когда они о чем-то эмоционировали, много эмоций разных как бы спускали вокруг себя и много думали. То есть эта ментальная энергия и эмоциональная энергия формируют некоторое образование. И в этом образовании нет ядра божественного, который мы называем монада. То есть этот эгрегор, он может быть такой сильный, мощный, он обладает свободой воли, он может воздействовать, потому что в нём много энергии, эмоциональной, ментальной, много всякой там энергии, эфирной, может быть. Но в нём нет души, и в нём нет того ядра, которое напрямую связывает с источником, с Богом. Вот почему эгрегор может влиять как положительно, так и отрицательно, в зависимости от того, кто его образовал, какая группа его надумала, намыслила, наэмоционировала. С этой точки зрения, мне кажется, что любая религиозная институция или любой институт, любая организация, которая обслуживает какую-то идею, она является эгрегором. То есть она соткана из мыслей, из эмоций, из страстей, из такого фанатичного, может быть, следования своим пониманием. Поэтому каждый институт, кстати, сюда же относятся, скажем, институты и образовательные, может быть, и какие-то организации рабочего характера, там, скажем, проектный институт, то есть любые такие рабочие организации. Понятно. Нет, я всё-таки хочу сказать, что если говорить про Христа или если говорить про иерархию света, то все они образованы людьми. И люди эти эволюционно-духовные, и у них, конечно, есть монада, есть искра Божья, а вознесённые владыки, иерархия света, это настолько высокие люди, что у них общая душа. То есть там настолько сильная связь с Богом и настолько сильно они на человека воздействуют, что это, конечно, разное. Поэтому, когда мы обращаемся к Богу, лучше обращаться к Нему напрямую от своего сердца. Но когда мы к институту обращаемся, то нужно быть просто осторожными и отсеивать, уметь различать, что идёт от эгрегора, а что идёт от Бога напрямую. Елена, я предлагаю сделать вот что, поскольку всё-таки эта тема не тема нашей, вот этот вопрос, точнее, или два, это не тема нашей программы сегодняшней, то у нас будет время об этом поговорить, тем более, что у нас наступил Новый год, у нас многие вещи поменялись, энергии поменялись, и мы даже в одной из программ перед Новым годом, вы даже, вот, раскинули руны, понимаете ли, которые показали вот кое-что энергии. Вот, я делал какую-то передачу по поводу новых энергий и как человек будет функционировать в этом 2019 году, поэтому на неделе мы с вами ещё поговорим, вы сами это первый раз слышите, я предлагаю сделать передачу, подготовку, скажем, вашему новому курсу, там он будет несколько реформатирован, который, тот курс, который начнётся третий поток в феврале месяце, одновременно будут идти, будет идти второй уровень второго потока, начнётся, ну, через какое-то время, и будет идти подготовка уже к третьему уровню, вот, ну, и вы, конечно, готовите ашрам к приезду, вот, тут нашей группы, всех трех уровней, там не так много будет людей, не переживайте, человек 50-60, так что всё нормально будет. Но это мы сделаем отдельно ещё раз, а сегодня давайте мы всё-таки начнём нашу программу, а программа будет касаться, вот, дорогие друзья, вы можете даже задавать свои вопросы, чему мы были бы с Еленой очень рады, а речь здесь идёт о том, что у нас всё-таки возможности и наши способности, ну, и вот наше понимание, и то, как раз то, что вы сейчас закладывали, ваш ответ, оно ведь каким-то образом у нас проявлено, каким-то образом это проявляется где-то в наших головах, в наших умах, в нашем сознании, и мы все, что самое интересное, информацию приходящую, мы все воспринимаем во многом по-разному. И вот почему это происходит, и вот мы сегодня хотели бы в преддверии, кстати, курсов некоторых, чуть позже, я ещё раз на этом чуть более подробно остановлюсь, вот давайте поговорим на примерах, потому что и у вас есть примеры, и у меня есть примеры, как использовать наши, повторяю ещё раз, наши способности вначале, чтобы они соответствовали нашим возможностям, то есть способности у нас есть, но мы ими не пользуемся. Знаете, вот если не пользоваться одной рукой, рано или поздно она как бы отсохнет, да, то есть то, что у нас там, скажем, где-то вот тут вот есть, некоторые glens, это называется, гланды, или точнее железы, да, вот, а они недоразвиты, если мы используем каких-то 3% или 4% нашего ума, это же вообще невероятно маленькое количество процентов, да, из 100, то вы сами понимаете, куда нам вперёд идти, вот. Так что давайте начнём с вас, а потом я буду тоже вступать. Договорились, да? Очень интересная тема, очень обширная. Я думаю, что человек, когда он рождается, он попадает в такую область разных новых энергий, вот новорождённый ребёнок, что эти энергии задают, конечно, какие-то качества, но для нас с вами интересен вопрос, а как вот узнать, существуют ли способы, какими можно это узнать про этого новорождённого ребёнка. Мы сейчас допускаем, что да, действительно, на него вот воздействуют энергии, ну, например, планет, момент там, асцендент, восходящий знак. Вот он родился, первый вздох, на него уже воздействует. А как мы можем это узнать? Вот это очень-очень интересный вопрос. Нам, конечно, сверху что-то подкидывают, человечеству дают какие-то приёмы, какие-то способы, ну, вот, например, астрология или, например, нумерология, или, например, хиромантия. Вот это всё какие-то такие каналы, по которым мы можем что-то определить, про этого будущего ребёнка. Вот ребёнок родился, про этого будущего человека и его будущую судьбу. Мы как-то это можем определить. Но вот что интересно, Майкл, именно общаясь с вами, вот последние полгода, я много задумываюсь о том, что по-разному все учителя, все вот преподаватели нашего центра, они по-разному оценивают способности какого-то человека, потому что используют разные методы. А ведь эти же способности, они же одни, это же некая реальность. Вот он родился человек, он принёс с собой из предыдущей жизни какие-то наработанные способности, таланты, карма у него есть. Вот он, это есть некая объективная корзина с чем-то, да, он её потом будет распаковывать в течение жизни. Но вопрос, почему мы все по-разному это всё видим? С чем это связано? То ли современные люди не вполне способны считывать это, раскрывать, то ли мы ещё не дозрели до этого, то ли нас оберегают и нам этих приёмов не дают. Вот, например, нумерология та же. Мы же мало о ней знаем. Вообще и астрологию они очень мало знаем. И все эти методики или они утеряны, или они намеренно закрыты от нас. Вот почему так? Ну, это, конечно, интересная тема далее для дискуссии. Но вот я пришла к некоторым выводам, я сейчас хочу поделиться с нашими слушателями. Я хочу сразу сказать, что то, о чём я буду говорить, оно, конечно, основано на моём опыте и не претендует ни на какие там истины, уже очень большие. Вот про циферки. Это очень интересный момент. Что такое цифры в нашей жизни? Мы же оперируем ими. Вот, например, нумерология оперирует, астрология оперирует. И в нашей школе семь лучей оперирует тоже цифрами. Вот эти семь лучей. Вот как все эти цифры взаимосвязаны между собой. Когда я размышляла на эту тему, я вспомнила историю мальчика. Такой юноша лет 16 рассказывает такую историю, что у него вдруг открылось видение. правая часть, правая часть, ну скажем, комнаты или того, что он видит, вот этого области зрительной, вдруг открывается, и он видит цифры. И эти цифры живые, ярких цветов, ярких размеров и меняет, вот динамика у них, форма меняется очень. Они прыгают, они живут своей жизнью, танцуют, и они с ним разговаривают с этими цифрами. А левая часть того, что он наблюдает, это обычная вот комната, люди, всё. А вот правая, чётко очень разделение, он видит эти цифры, и они с ним разговаривают. Такое впечатление, что мир, который видит этот человек, он его видит в виде цифр. И я тогда задумалась по поводу этих цифр. Какими цифрами мы оперируем? Как эти цифры живут в нашем мире? Дело в том, что по Платону, например, есть мир первообразов, и там живут буквы, символы, геометрические фигуры и цифры. Это первичные идеи, первичные образы, такие матрицы. А дальше они спускаются в наш мир, и в нашем мире они живут, действуют и исполняют какие-то работы, какие-то планы, и фактически являются строителями того, в чём мы с вами находимся, строителями форм. И тогда я решила сделать такую схему. Я сейчас её покажу, поделюсь. Мне очень важно мнение, Майкл, ваше по поводу этой схемы. Но, конечно, я её очень упростила, чтобы слушатели тоже могли участвовать в этом рассуждении. посмотрите, что получается. Вот ребёнок рождается, вот мама, на этой картинке мама рождает ребёнка. Вот, ребёнок рождается. Этот ребёнок лежит, потом он поднимает головку. Вообще, когда он рождается, он плачет. Совершенно очевидно, что ему не нравится то место, куда он родился. Вот почему дети плачут. Потому что пришли из другого места, а здесь им не очень. Потом ребёнок опять же плачет и пытается жить в этом мире. Дальше он становится на колени, пытается подняться, поднимается, и как-то к концу жизни он более-менее реализуется. Что он реализует? Он реализует свою Личность. Эта Личность должна быть раскрыта у человека. Неправильно говорят те люди, они неправильно переводят, наверное, учителей из эзотерической текста, где сказано, что свою Личность, своё эго надо убить. Это неправильно. Своё эго надо раскрыть. Его надо раскрыть максимально для того, чтобы потом подарить его своему Высшему Я. А это Высшее Я или Душа будет его использовать как проводник. Итак, на вот этом уровне, когда человек живёт в физическом плане, он фактически, ну, как бы это сказать, но он ещё не поднялся, не встал. Он живёт нижними своими какими-то интересами. и здесь мы оперируем в нашем физическом плане вот этими цифрами 10, потому что 10, ну, дальше 10, это все следующие цифры, 11, 12, это, в общем-то, один и тот же закон, как они работают. И нумеролог, грамотный нумеролог, образованный, и который такой человек духовно просветлённый, он, наверное, может оперировать этими цифрами, например, по дню рождения, по дню зачатия, по часу, по минутам, вот как Майкл это делает, например, он может определить, с чем пришёл человек по дате рождения и как у него будет развиваться вот эта жизнь. Пока он раскрывает свою личность, свои нижние тела, полностью должен раскрыть, вот как цветок, как лотос, как розу, ну, вот, не знаю, как солнышко, полностью должен раскрыть. Всё это заложено должно быть с момента рождения. Вот этот потенциал его, он пришёл в той жизни, это всё обязательно мы должны знать. Я думаю, что раньше люди знали, мы просто утеряли эти способности это всё определить про человека. А дальше, если человек способен уже раскрыться полностью, ему не нравится то, что его окружает, и жизнь такая злой, и с родителями там могут быть неприятности, он начинает искать ответов. Он смотрит на небо, вот я девочку нарисовала, молиться начинает, как-то вот с коленей встаём, вверх, мы, это называется в эзотерике, пробить головой потолок и пробиться на другой уровень. И когда мы туда пробиваемся, наверх, то мы впервые выходим на вектор вертикальный. Если мы раньше жили вот так вот по горизонтальной линии, по законам плотного мира, по законам наших материальных тел, материальных интересов, как бы по горизонтальной линии у нас всё разворачивалось, то теперь у нас получается ещё и дополнительная вертикальная линия. Вообще-то мы пробиваемся в тонкие миры, Божий мир как-то начинает светить, мы как-то начинаем понимать, куда мы идём, хоть более-менее, и тут начинают работать другие цифры. Вот прежде всего, как мне кажется, здесь начинает работать астрология, потому что астрология оперирует всё-таки зодиакальными созвездиями, которых 12. И не просто зодиакальными, потому что в других астрологических координатах 60 цифр работает. Вот, например, в китайском гороскопе, в восточных разных, где там звери, 60-летние циклы. 60 и 12 — это всё-таки уже не 10, это уже другой цикл, там другие закономерности в цифрах совсем. В этом смысле опять возникает вопрос, но мы же, наверное, должны иметь эти в руках инструменты, как же нам определить дальше всё, что связано с потенциалом человека. Если он уже пробил голову туда, к небесам, он уже начинает понимать смысл жизни. И здесь у нас тоже вопрос, а где же хорошие астрологи? Ну, есть, конечно, но очень мало. И вообще, опять же, наверное, утрачена истинная астрология, потому что настоящая астрология эзотерическая. Я вот нигде не встречала информации, кроме как эзотерической психологии и через моих учителей о том, что астрологический зодиакальный круг из 12 знаков, опять из 12, о том, что он есть проекция колеса сансары и о том, что он крутится в разные стороны, влево и вправо, в зависимости от того, пробил человек головой потолок в небо или не пробил. Если пробил и пережил свою самую главную трансформацию огненную, которая позволит ему жить уже в тонких мирах, с этого момента астрологический зодиакальный круг своё вращение приостанавливает и идёт вспять в другую сторону. Я имею в виду не по небу, а я имею в виду в том, как воплощается человек в своём большом цикле. У него идут воплощения знак за знаком, а в момент, когда он получает первое посвящение, знаки идут в другую сторону. То есть он фактически выходит из колеса сансары. Вот эту информацию эзотерическую я не встречала у астрологов, когда они рисовали натальную карту. Как там можно определить, в какой фазе своего уровня развития находится человек, на какой ступени, какой у него уровень этого развития. Это не даёт современная астрология. Может быть, я не знаю, конечно, но мне не удавалось с такими людьми встретиться, которые бы мне могли это объяснить на карте астрологической. а дальше если человек идёт уже вступил на путь эволюционный выхода из колеса сансары, он уже в такие слои идёт высокие, где уже подвергается воздействию семи лучей, которые являются языками пламени нашего истинного источника, который есть огонь поедающий. И эти семь лучей начинают воздействовать на человека, и он их чувствует. Конечно же они влияют всегда на всех и на новорождённого, который ещё не вступил на духовный путь, и на того, который уже вступил на духовный путь и идёт по пути испытаний и страданий, и на него влияют, но он не может с ними взаимодействовать пока. А когда он начинает с ними взаимодействовать, он начинает различать, что его душа Высшее Я принадлежит одному из семи лучей. И цифра уже у нас тогда семь основная. Опять у нас нумерология идёт по другим законам. Как минимум мы сейчас видим три системы нумерологических. Почему семь? Потому что наш планетарный логос и наша Солнечная система — это не святые планеты, они не прошли третье космическое посвящение. и поэтому у них только семь чакр, семь центров. А когда они получат свои следующие шаги эволюционные в космосе, и у них будет, может быть, восемь чакр, то тогда цифра восемь переворачивается в систему бесконечности. Вот когда наш человечек маленький новорождённый, пройдя все эти испытания в большом своём цикле, вот когда он только поймёт, что он живёт в бесконечном цикле, в беспредельности, в бесконечности и во времени и в пространстве. Вот к чему приведёт цифра восемь, которая переведёт в девятки. Вот я, пожалуй, всё это в двух словах сейчас рассказала. И последнее, что хочу сказать, это вопрос, конечно, к Майклу. Я психолог, психолог, я не нумеролог, для меня нумерология это, конечно, царица наук, так же, как математика, перед которой я преклоняюсь. Я психолог, и для меня существует только один измерительный прибор, это человеческое тело. если мы рассматриваем человека первого уровня, это просто тело, это мешок с костями и органами. Если мы рассматриваем человека второго уровня, где уже работают другие цифры, это астрологический человек, у которого тело, в котором живут зодиакальные знаки. Если мы рассматриваем человека, который пробил головой потолок, это человек тонкое тело с чакрамами. И когда мы рассматриваем человека с точки зрения семи лучей, семи языков, пламён, то человек представляет из себя геометрическую фигуру, квадрат и треугольник. Так он виден в космосе. А вот нумерология, как работает на всех этих четырёх уровнях, это уже вопрос к Майклу. Субтитры создавал DimaTorzok